Саш, какой день после полного разрыва? 28-й после полного разрыва и после 14 дней реабилитации. Покажи Ахилл. Вот, прекрасно оперированный, подожди, прекрасно оперированный в Японии. И посвящается номер Бетхаму. ВЕРОНИКА ГОРДЖОНОВА Меня зовут Вероника Горджонова. Я ведущая отдела в медицинском центре президента в Москве. И я М.Д. и П.Х.Д. Я профессора радиологии. И я работаю с ультрасом около 17 лет. Я работаю с соноэластографией с этой инновационной технологией ультрасаунда. И это помогает проверить эластичность фиброзного тисса, что огромное в травматологии. Замахил нормальный, если мы сопоставим со здоровой конечной. По эластичности более плотный. Видите, есть и синенькие включи. НЕДЕЛЯ ОБЛЯТЬ. Ну, вот такой. Голубой и синий. Ни красного нет, ни ярко-зеленого нет. То есть это нормальная плотность тахила. Ее можно померить. Для этого существует коэффициент. Коэффициент эластичности или коэффициент жесткости. Мы сопоставляем участок, который нам интересен, нормальный ахилл, с эластичностью жировой ткани. Коэффициент 3,7. Ну, где-то в среднем от 3 до 5. Это эластичность нормального ахилла. А если посмотреть на эластичность регенератора. Тот зон, где сформировался эластичный регенератор, здесь в разы меньше плотности. И она приближается к значениям меньше единицы. То есть там еще и жилет получается, да? Жилет, да. Это эластичный регенератор. Мы возьмем любую зону. Сопоставим с жировой камерой. Здесь будет значение 0,7. Здесь, Саша, интересно, когда контроль идет с Вероникой Евгеньевной. Контроль там через 2 недели. Обычно делают там через месяца 2. А здесь через 2 недели уже результат. Когда из Ескина встречался, когда он посмотрел, у этого парня там, у Павла. Да. Он говорит, если бы не ты, через 2 недели делать контрольные снимки. Он говорит, меня за идиоты примут. А когда посмотрел, говорит, надо уберечь ногу. Вот посмотрите. Там, где есть шовный материал, вот участки, да? Вот, вот, видно, да. Есть зоны, так называемые, невые зоны, да? Это плотные зоны. А там, где нет шовного материала, или, может быть, участки, уже получившие хорошее кровоснабжение, уже регенерирующие, уже сформировавшийся эластичный регенерат, в этих зонах, вот посмотрите. Плотность совершенно другая. Ну, вот есть и такие участки. Здесь бы, конечно, если был бы хирург, с которым работает и разговаривает, чтобы он понимал, что он делает реабилитацию при минимуме. Потому что они же сжимают архивы, там же улучшается кровообращение. А у Павла, у второго, вот, который без операции, у него? Ну, там эластичность тоже хорошая. Да. Но у него как раз ниток нет и есть свой плюс, да? Вот, наверное, золотая середина, если бы делать небольшую операцию, с учетом этой реабилитации... У него волокна практически сами стянули друг другу. То есть они прирастают друг другу за счет того, что эластичные волокна лучше проснабжаются, а затем лучше порастают, пока они не стягиваются. Здесь сроки значительно сокращаются реабилитацией. И самое интересное, что быстрее формируются нормальные волокна ахина. То есть вот этот эластичный конгломерат, ткань, он должен уплотниться для того, чтобы работать. Вот когда сроки его уплотнения наступают, то есть когда мы видим по плотности, ахин приобрел такие же характеристики, как нормальные ноги, тогда можно давать стопроцентную нагрузку. То есть эта методика стонной астографии, особенно с измерением коэффициента жесткости, позволяет контролировать сроки начала активной модности. Может, что тебе не делали. Понял, да? Потому что вот эта диагностика, которой я доверяю, но не только диагностика, но и граника людейных специалистов. Потому что у нас здесь были такие случаи, когда мы на грани шли. На носочке. И прям коротко. Раз, раз, одно движение, второе. Раз, двадцать восьмой день. Хоп, хоп. Поворачивайся спиной. Ага. 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 Продолжение следует...